Добрый вечер уважаемые телезрители, снова в эфире программа классное детство и я главный редактор, главный редактор детского журнала классный журнал Алексей Ходорыч. У нас сегодня в гостях крайне интересный гость российское движение школьников Дмитрий Поцелуев. Добрый вечер. И моя одна из соведущих Евгения Кириллова. Добрый вечер. А можно немножко возьму на себя инициативу? О, давай. Это же российское движение школьников. Леш, ты же только что вернулся из всероссийского детского центра смена, где собрались наши юные журналисты. Поделись впечатлениями, поделись эмоции. Как там они? Ну, я на самом деле хотел поделиться впечатлениями попозже в Фейсбуке, но я на самом деле действительно только что прилетел из Анапы. Вот. И я, быть может, и немного уставший, но крайне воодушевлен этой сменой, потому что мне было очень интересно общаться с юными журналистами. То есть это была смена, где были юные журналисты, и российское движение школьников им обеспечило доступ к разным известным людям в журнистике. Ну вот одним из них оказался я. Вот. Но дети очень интересно и реагировали, и спрашивали. Я это все записывал на видео. То есть я еще потом это подмонтирую и выложу. Вот там я впервые подумал, ох, не зря мы собирались весной, когда придумывали все эти штуки для информационно-медийного направления. Так что все работает, все в действии. То есть будущее журналистики есть? Ну я детям на этот вопрос тоже отвечал. Я им говорил, что прежде чем нужно принять решение о том, будете ли вы с журналистами, нужно все-таки изучить актуальную ситуацию. Потому что сейчас уже, конечно, время такое, что мы не знаем, что будет с профессией, мы не знаем, как она изменится. Если кто-то мечтал о профессии детектива, который что-то там выслеживает, ищет информацию, как я это всегда, допустим, поступал. То есть сейчас того нет, потому что сейчас все очень быстро, в номер. То есть тут уже какие-то иные навыки. И пока мы не начали разговор, хотел бы отрекламировать классный журнал, номер 10. Он вышел в пятницу. И понимашка тоже, номер 10. Он тоже вышел в пятницу. Вот, Дмитрий, мы с тобой встречались этим летом, планов было громадье. Я знаю, что ты очень занят, у вас там даже по субботам, по воскресеньям проходят совещания. Это правда. Да, и все-таки хотелось бы от тебя услышать, что вы дальше планируете делать, что же сделано? Ну, на самом деле, действительно, очень многое поменялось, планов и правда громадье. Мы на сегодняшний день по-прежнему работаем на базе опорных школ. Эта цифра сегодня равняется 300 школам по всей стране. Я напомню, что у нас есть региональные отделения во всех субъектах, в каждом из 85 региональных отделений, региональные координаторы. И есть опорные школы, опять же, в каждом регионе. То есть это примерно где-то по три школы. И вот на базе этих школ мы опробируем свои направления, практики. Могу сказать, что вот даже несмотря на такое небольшое количество, то есть работы действительно очень много. Мы составили планы 2017 год, в нем 106 мероприятий. Это очень много. Это различные конкурсы, акции по всем направлениям нашей деятельности. Это и смены, с одной из которых ты только что вернулся. Опять же, по всем направлениям. Ты побывал на одной из первых смен, в ВДЦ смена юных журналистов. Параллельно у нас в Орленке буквально завтра состоится закрытие смены юных экологов. Также порядка 300 ребят мы собрали со всех, ну не со всех, а со 45, если не ошибаюсь, регионов. Это ребята-победители различных экологических конкурсов, этапов региональных. Да-да-да, на уровне региона. И вот у нас сегодня исполнительный директор Алис Крюкова, председатель Сергея Николаевича Рязанский, нашел время отправиться к ребятам в Орленок. Сергей Николаевич, это, конечно, вообще отдельная история. Это просто история, связанная очень тесно с нашим планом, потому что одно из мероприятий – это пуск Сергея Николаевича на орбиту, который запланирован на 27 июля. И мы с ребятами надеемся отправиться, помахать ручкой Сергея Николаевича на Байконур, в Казахстан. То есть это будет такой очень жесткий отбор, потому что только по одному школьнику из субъекта мы сможем взять. И в количестве 85 школьников мы отправимся вместе со взрослыми сопровождающими, отправимся в Байконур. Это всего лишь одно из мероприятий, просто оно для нас очень знаковое, достаточно крупное. Поэтому действительно работа идёт круглосуточно, суббота, воскресенье. Сейчас ни о каких выходных наши сотрудники не думают, ни о каком отпуске. Очень насыщенный график, очень много ребят действительно готовых подключаться к деятельности. Это чистая правда, потому что мы, Лёш, не дашь мне соврать, когда запускали работу российского движения школьников информационно-медийного направления в частности, не знали, какой будет реакция. А сейчас, уже посетив достаточно большое количество регионов, пообщавшись с ребятами, я вот точно могу сказать, насколько они заразились, заболели этой идеей, насколько ребятам нравится принимать участие в различных мероприятиях. И задавая вопрос, я всегда детям задаю один и тот же вопрос. Ребята, зачем вам это надо? У вас школа, у вас уроки, у вас есть мероприятия, которые были до российского движения школьников. Ну вы что, не играли в футбол, не танцевали, у вас не было театральных постановок, вы не снимали интервью, не записывали интервью с директором, с вашими одноклассниками. Всё вы это делали. И вот в один голос во всех регионах ребята говорят, что нам интересно, нас увлекает, что не только мы у себя в регионе занимаемся каким-то проектом в рамках российского движения школьников, но мы видим в соцсетях и на сайте, что то же самое делаем только мы у себя в Калининграде. Это делают во Владивостоке, в Липецкой области, на Сахалине и так далее. А у меня, кстати, вот с тех пор, как мы активно обсуждали все эти перспективы, у меня, кстати, появились уже как какие-то сомнения. Что ты скажешь на такой аргумент? Вот, я просто подумал, что у вас очень интересное направление, но дети в школах сейчас настолько заняты. Вот я по сыну сужу, я столько времени, по два часа уроки я не готовил. Я их готовил за 15 минут, и всё было отлично, я был отличником. Ну, Лёш, это ты, ну, это, ну, что ж, не все так. Ну, вот школьную структуру, где много каких-то иных мероприятий и внешкольных, вы внедряетесь, а есть ли место для этих всех, для мероприятий? То есть все мероприятия отличные, тут я как бы говорю «да», но возникает такой технический вопрос. Ну, безусловно, есть сложности, когда некоторые школы получили план мероприятий российского движения школьников, конечно, прямым текстом нам педагоги говорили, что, ну, как снег на голову, как нам быть, мы не знаем, что с этим делать, куда бежать, куда это всё встраивать. А более, скажем так, современные, молодые педагоги, недавно был в Краснодарском крае, встречался с директором одной из опорных школ и задал ему тот же самый вопрос. Я говорю «ну как, вот вам наш план, вы успеваете, вы нам подскажите, вы как человек, который непосредственно работает с детьми, каждый день с этим соприкасается». Он сказал «я не вижу никаких проблем». Есть мероприятия, которые действительно были до российского движения школьников, и они есть в вашем плане. Очень всё легко и очень быстро меняется местами, то есть если, например, вы нам предлагаете какой-нибудь конкурс по экологии сейчас в марте, а он у нас был запланирован на октябрь, мы в рамках российского движения школьников проведём его сейчас в марте, вместе со всей страной. Не вижу в этом никаких проблем. А на тот вопрос, не мешает ли это детям, ну вот я ещё раз повторюсь, сами дети отвечают. Хочется верить, что они говорят правду, что не мешает это образовательному процессу. Более того, я напомню, что движение абсолютно добровольное, мы не заставляем всех принимать участие в наших мероприятиях с утра до вечера, не отвлекаясь ни на какие другие дела. Мы всё прекрасно понимаем. Ещё раз говорю, мы год не отработали, вот де-факто, мы ещё не отработали ни одного учебного года в школах. Мы только 1 сентября запустились и начали работать в том количестве школ, которые я обозначил. Ну, наверное, ответ такой же обычный, когда спрашивают человека, как ты всё успеваешь, если, допустим, у него каких-то много дел. Тут всё зависит от планирования. Потому что, если всё чётко поставить, то, конечно, всё полезное ты сделать успеешь. Безусловно. Безусловно. У вас все четыре направления. Там личность основного роста, информационно-медийная, потом военно-патриотическая и ещё там какое. Гражданская активность, добровольчество, волонтёрство. Да, оно, в принципе, всё подпадает под то, что и сейчас происходит в школах. Поэтому, наверное, мои сомнения я забираю обратно. Ну, оно иначе называлось в школах раньше. У нас это называется, например, военно-патриотическое направление и гражданская активность. Два разных направления в школах. Было там гражданско-патриотическое. То есть, вот таким вот образом. Опять же, здесь не возникает никаких проблем. Просто есть... Ну, и тут человеческий фактор очень важен. Просто есть люди, которые готовы, адекватно смотрят на ситуацию и на то, что им предлагают. Есть люди, которым просто немножко сложнее перестроиться. Но это вопрос времени. Ну, кстати, я в Орлёнке, путаю, в СМИНе. Я просто был и в Орлёнке. Уже скоро начну тело я все путать. Но в Атыке я еще не был. Вот. Я детям рассказал про наш конкурс. Вопрос президенту. Вот из каких-то вопросов. Хотите, прочитайте. Я сейчас парочку прочитаю. Вот, мне понравился вопрос. Если бы вы могли выбрать профессию, кроме разведчика и президента, то какая бы она была? Артём Сураев, старая руса. Или еще у меня вопрос? Ну, это острый, кстати, вопрос. Владимир Владимирович, добрый день. Меня уже долгое время мучает такой вопрос. Правда, что вы учились на тройке? Если да, при каких-то обстоятельствах вы стали президентом? Но я скажу, что в вопросах очень много вопросов, которые связаны с тем, что дети реально хотят стать президентами. И они вот спрашивают, как же этого... При этом учатся, видимо, на тройке. Так уж сложилось. И спрашивают, вот точно вы учились на тройке? То есть, есть ли у меня шанс? Если я учусь на тройке. Вот так этот вопрос. Есть ли у меня шанс? Вот у вас там где-то есть даже такой вопрос, что я точно знаю, что ни один отличник никогда не становился президентом. Я как раз таки не отличник. У меня как бы есть шанс. Если у меня шанс-то. Какой породы была у вас в детстве собака? Как ее звали? Какой был ваш любимый мультфильм в детстве? Насколько я знаю, нашему президенту даже дарят собак различных пород. И, наверное, это связано с тем, что в детстве не точно были. А вот есть там? Ну, у меня интересная, опять же, тема года экологии, которые у нас сейчас проходят в России. В городах России и в лесах много мусора, и так неактивно его убирают власти. Здесь очень интересно, что имеется в виду. Обращает внимание, и лесами не выходят с метлами. Но я думаю, что это и другое. Так, ну, кстати, действительно, у нас экологическое направление как-то так, ну, не то чтобы неожиданно, а вот так получилось, что оно стало практически самостоятельным направлением. Не буду говорить, что пятым, у нас их всего четыре. Но, тем не менее, мы провели по экологии большой слёт осенью прошлого года в Подмосковье. Собрали более двухсот школьников, более чем из сорока регионов страны. Сергей Борисович Иванов посетил это мероприятие, представитель президента по экологии как раз. Некоторые проекты даже взял под личный контроль, который предложили ребят. И вот так мы вкатились в год экологии, что у нас смены по экологии, вот, которые завтра заканчиваются, повторюсь, ещё запланированы на базе других ВДЦ. В июне пройдёт слёт в Москве. У нас очень много конкурсов, акций, там лучшие экоотряды, эко-комиксы, социальная эко-реклама. В общем, у нас огромное количество. Поэтому вопрос для нас вот очень важный. Тем более, скоро снег сойдёт. Мы начнём субботники. И мы будем приглашать, вот, отвечая на вопрос, не могу, не вижу, кто автор вопроса, мы будем приглашать власти к тому, чтобы они вместе с нашими ребятами выбирали территорию по всей стране. Если у вас есть дети, либо вы смотрите эту программу, и вы уже ребёнок, вы можете на сайте классного журнала отправить вопрос президенту. Я изложу просто схему, если кто-то сомневается. Мы, конечно, вопросы сами читаем, я их читаю. Я отбираю лучшие, я отправляю кому надо. Они уже выбирают те вопросы, которые, возможно, попадут Путину. Тут гарантии нет, но поскольку в прошлом году он ответил на пять вопросов, и в этом году нам администрация сказала, да, давайте, продолжайте. Я думаю, что, возможно, опять он ответит. Но даже если этого и не будет, многие вопросы, которые не касаются напрямую Владимира Владимировича, но касаются каких-то иных направлений, мы отправляем в министерство и ведомство, и так или иначе мы получаем ответы. У нас даже есть такая идея, что это же депутаты детства. То есть, ну, как, что взрослые как-то могут хотя бы с помощью выборов влиять на ситуацию, а дети, они полностью зависимые. Но нет. Можете задавать вопросы. Там в вопросах даже есть такие вопросы по поводу дорог и школ, которые в плохом состоянии. Видимо, дети справедливо надеются, что пролекут к ответу тех, кто этим не занимается. И, возможно, на так оно и будет. Мы на это тоже очень рассчитываем. У нас ребята очень активные. Наш президент очень, как правило, любит отвечать на эти вопросы, вопросы школьников. И повторяясь то, что сейчас сказал, пять вопросов в прошлом году, лично в том подтверждение. Давайте пока есть время. Я в смене спел эту песню про мой вопрос президенту. Эта песня была написана на основе вопросов, которые к нам поступили в прошлом году. Целиком и петь ее, конечно, не буду, но только припев. Вопрос к президенту, вопрос к президенту, задай поскорей. От чистого сердца не надо секретов. Вопрос к президенту российских детей. Там дальше в куплете идет, там спросили из Махачкалы, там из округа Янао. Времени у нас мало, поэтому... Да, острые вопросы. И снова вижу вопросы по экологии. Очень много вопросов. Форма правления, монархия или республика. Снизить тарифы в Кургане. Боже мой. Там есть какие-то, конечно, вопросы. Мы явно подставные вопросы оцениваем. Тут был такой сперва. Подставные? Ну, не знаю, кто-то в него пошутил. Как бороться с коррупцией в школе, когда для получения хорошей оценки достаточно заплатить 100 тысяч рублей учителю? Это же явно... Мне кажется, это вряд ли детский вопрос. Нет, это кто-то поиздевался. Но 100 тысяч учителю за оценку? За оценку. Нет, это чья-то шутка, очевидно. Это же мало, конечно. Это кто-то пишет. Да, конечно, стоит миллион. Тогда уже был вопрос прикат. А так, это, конечно, шутка. У меня вопрос насчет именно детских центров, в которых вы запускаете проекты. Каким образом вообще эта вся история выстраивается? То есть, если даже говорить про какие-то экологические проекты, это же, наверное, скорее всего, подбор определенных экспертов, спикеров, волонтеров, студентов. Вот об этом расскажите подробнее, пожалуйста. Да, конечно, смотрите, я начну, наверное, с конца вопроса по поводу волонтеров, потому что хочу сказать несколько слов про наших партнеров. У нас очень много общественных организаций. В принципе, одна из главных задач, если не главная задача российского движения школьников, это объединить, скажем так, под одной крышей те организации, которые работают успешно с детьми на протяжении определенного количества времени. И к разговору о волонтерах мы очень тесно сотрудничаем с Ассоциацией волонтерских центров, которая также имеет серьезное представительство по всей стране. И вот на такие мероприятия мы в сотрудничестве с АВЦ, с Ассоциацией, они нам помогают и волонтеры принимают участие в наших мероприятиях. Что касается отбора экспертов во всероссийские детские центры, конечно, это очень такая долгая, непростая, кропотливая работа, потому что мы должны тщательно изучить каждого эксперта, то есть каким образом он осуществляет деятельность, например, в области экологии, то есть какие у него результаты, какие достижения, работал он до этого с детьми или не работал. То есть вот это вот такая работа, которую мы начинаем задолго до того, как дети туда приезжают, например, вот по экологии, не обмануть вас, порядка 25 экспертов посетили смену из различных эколого-биологических центров, Московский университет, Ломоносово, Биофак и ряд других признанных профессионалов, которые с ребятами за эти три недели разработали ряд проектов, показали результаты своей работы, то есть как можно быть, вот ребята приезжают, элементарно задавая вопросы, которые мы сейчас зачитывали президенту, как остановить там вырубку леса, как привлечь власти к тому, чтобы они тоже убирали территорию. Эксперты им помогают в том, чтобы, хотя бы даже начать с того, говорят, тебе нужно обратиться, если ты учишься в оборной школе, у тебя есть вожатый, с его помощью вы можете обратиться в какие-то инстанции, чтобы, например, вновь запустить станцию юных натуралистов, ну то есть какие-то вещи практически, которые ребёнок, приехав, вернувшись в свой регион, в свою школу, мог реализовать. То есть предложение в этой истории всё равно есть ещё повозвращение. Обязательно, это один из основных принципов, то есть не просто провести мероприятие, движение создано не для того, чтобы мы занимались некой форумной кампанией, проводили мероприятие, запускали конкурс, объявили результаты и помахали довольно всем друг другу рукой, расстались, разъехались и друг о друге забыли. Опять же, если говорить об экологии, мы создаём детский совет Всероссийский по экологии, то есть это группы ВКонтакте, в других социальных сетях, на сайте ребят, с которыми мы постоянно поддерживаем связь, обмениваемся информацией, спрашиваем, как у них дела идут с реализацией экологических проектов непосредственно в школе, в регионе. Есть ли у них экологический отряд, если нет, то по каким причинам они не могут его создать. Есть и неприятные случаи, чего уж греха таить, когда у нас на встречах ребят подходят и говорят, что нам преподаватели не разрешают заниматься по некоторым направлениям российского движения, школьников даже занижают оценки. Почему? А почему? Ну, ребята не могут сами ответить на этот вопрос, но мы не знаем почему. Надо разобраться. Надо обязательно разобраться, мы постараемся, потому что я уже ни в первый, ни во второй раз говорю про то, что у нас всё добровольно. Если ребята сами хотят принимать участие в наших акциях, мероприятиях и конкурсах, ну, действительно, мы не вправе им помешать. Можно зайти на сайт rdsh.rf, подать заявку на конкурс, и, в общем, ребёнок сам решает. В конце концов, ему родители для этого есть, чтобы ему там подсказать, он должен, я думаю, принимать участие или нет. А когда у вас это всё начнёт превратить промышленные масштабы, чтобы это были уже тысячи школ, когда это запланировано? Да, честно говоря, мы в ближайшее время, наверное, откажемся от определения пилотная школа, то есть это будет некий такой топ школы, не буду говорить как топ 100, топ 1000, топ 10, сейчас, наверное, дело не в цифрах, но какой-то топ будет. Почему? Потому что вот те школы, о которых я говорил в начале, там 300 школ по всей стране, они вот с нами с самого-самого начала, но чем больше движение набирало обороты, чем больше людей об этом движении узнавало, тем больше желающих принимать в нём участие появлялось. Вот опять же, положа руку на сердце, абсолютно честно, сегодня вот двум ребятам отвечал ВКонтакте, которые лично мне написали, из города Энгельс написала, десятиклассница, и парень из Липецкой области написали, задали вопрос, как присоединиться к российскому движению школьников. Ну да. Да, то есть вот что для этого нужно сделать. Ну, я рассказывал про конкурсы, про акции, то есть ответил ребятам, и так же поступают и директора многих школ, звонят, пишут, говорят, вы знаете, мы хотим развиваться по программам российского движения школьников. И говорят, вы знаете, а честно говоря, мы это уже делаем. Просто мы ставим вас в известность, чтобы вы знали, мы с вами, мы принимаем участие в акциях и в проектах, ну мы разводим руками и говорим, мы не можем вам запретить, наоборот, благодарность за то, чтобы это делать по собственной инициативе. То есть если раньше мы как-то аккуратно были очень осторожны в формулировках и говорили, ребят, ну давайте подождем, мы только начали, вот не готовы сейчас принять всех, а в стране 43 тысячи школ, давайте как-то аккуратно подождем. То есть сегодня мы понимаем, что в рамках РДШ уже порядка двух тысяч школ по всей стране. Хотя вот я озвучиваю цифру около порядка трехсот пилотных. То есть их на самом деле гораздо больше. Понятно, понятно. Ну то есть процесс уже пошел сам по себе и вы уже особо не... Да, да. Только не было... Вы не гонитесь за цифрами. Мы не гонимся за цифрами, мы не гонимся за отчетами. У нас же нет никаких заявлений, процедур церемонии вступления. Ты это помнишь. Да, я понимаю, но да, то есть как бы формальных таких нет, но все-таки приятнее, если все это полезное движение охватит кому-то больше школ, и этот процесс уже идет. Он уже идет. И в декабре прошел всероссийский зимний фестиваль российского движения школьников. Мы собирали ребят победителей по всем направлениям, по разным конкурсам, у нас приезжали ребята не из пилотных, не из опорных школ, просто потому что нам очень ничем не верили, звонили, писали, говорили, я победил, но я не из пилотной площадки, вы точно меня возьмете? Да все, билеты все приобретено, все в порядке, мы уже вас ждем. Точно? Хорошо, проходит день-два. Я вот вам звонил два дня назад, вы сказали, вот правда просто мы тут звонили, да подождите, еще не пришло просто письмо в Минобор, мы увидимся еще три недели, все успеете, собирайте вещи. То есть это все. Слушай, я хотел еще спросить, вот эта вот чудесная брошюра, которая была сделана по итогам наших встреч, она реально очень полезная, вот какие-то вот такие есть от тех, кто ее внедряет в жизнь, и еще как бы поясню свой под вопрос, как я говорил о том на совещании, а детство, несмотря на уроки, все-таки это время, когда у ребенка есть чуть больше времени, чем во взрослом возрасте, чтобы узнать то, что ему прям интересно, от чего он не зависит, когда он зарплату за это и не получает, а просто у него есть какое-то время, он что-то исследует. И там у нас были рекомендации по расследованиям, это все. Как-то эта вся брошюра, она пошла впрок? И тут иная ситуация, она может быть даже более интересная, потому что информационно-медийное направление, оно все-таки особенное, не потому что оно мне очень близко, прошу правильно понять, но оно действительно особенное. То есть задача наших юных журналистов, которые занимаются в рамках РДШ, немножко разбираться во всех остальных направлениях, потому что мы на базе школ, на базе региональных отделений создаем детские пресс-центры, и у нас ребята так или иначе освещают все направления деятельности. И тут пошла немножко обратная реакция, нам ребята сами подсказывают, как правильно вести, например, не то, что как правильно вести в соцсети, а нам подсказывают, что им интереснее. То есть вот в каком направлении мы сами должны двигаться в информационно-медийном. Интересны ли им там наши тексты, посты, фотографии, видеоролики, или вот где-то мы ошиблись, в том числе работая над сайтом. То есть ребята нам действительно подсказывают, как нам их же и увлечь. То есть какой продукт, какой контент им предложить. При этом у них у сами, конечно, много вопросов. Вчера ты как раз в смене, наверное, наблюдал наш телемост с нашим руководителем медийного направления. Яна Чурикова. Яна Чурикова, да, вчера у нас там стартовала такая серия больших вебинаров, и вчера вебинар был посвящен как раз социальным сетям. И Яна рассказывала вместе с коллегами, как сделать свой аккаунт наиболее привлекательным, сколько нужно загружать новостей, постов в день, как не оттолкнуть аудиторию, как избавиться от репостов, какой должна быть информация, насколько оригинальна. То есть вот здесь вот такая реакция. Сами рекомендации, которые мы тогда готовили, они есть во всех школах, и этот вопрос мы зададим очень скоро нашим педагогам опорных школ, которые соберутся в Санкт-Петербурге на площадке Международного образовательного форума. Он стартует 28 марта, и мы там обязательно поговорим. Это раз в квартал такие встречи у нас проходят, когда мы, пользуясь довольно редкой возможностью, собираем связь непосредственно от тех, кто работает с детьми каждый день. И как раз мы поговорим о тех рекомендациях, которые мы подготовили, насколько они нуждаются в обновлении, то есть что еще мы можем полезно для них сделать. То есть такая обратная связь, она очень важна, поэтому у нас большие надежды на это мероприятие. — А почему именно четыре направления? Вот мы сегодня уже об этом говорили, да, и пятое отдельно не выделяли, как экологию. Вот почему именно они были выборными? — А если было бы семь, то почему не восемь? — Почему не восемь? — Конечно. — Ответ прост, и он довольно краткий. Ведь перед тем, как был подписан указ президента в 2015 году, было сделано большое очень исследование, был большой соцопрос, и эти направления определили как сами педагоги, так и взрослые родители. Это запрос общества. Это не мы придумали, это не фантазии взрослых, что, наверное, детям будет интересно вот так. Нет, это был большой соцопрос по всей стране. — Там, кстати, вот, ну, действительно, вот как образовалось, допустим, я чуть больше знаю, потому что я вот общался и Дмитрием, как образовалось информационно-медийное направление, ведь вовсе никогда в мозгах у РДШ не было сделать всех детей журналистами. Нет такого. Но это информационно-медийное направление, оно призвано научить детей и разбираться в потоках информации, анализировать, что-то выяснять. Опять же, те же соцсети, которые с одной стороны полезны, с другой стороны, а они распыляют, то тоже без навыков не обойтись. Поэтому, по сути, это умение жить в нашей реальности, да? — Совершенно точно. То есть уметь отбирать информацию, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо, чтобы не тратить время зазря в тех же социальных сетях, а то есть находить для себя какой-то полезный образовательный контент. Мы прекрасно понимаем, кого мы обманываем. Давайте сейчас вот скажем, что российское движение школьников за здоровый образ жизни, безусловно, и мы сейчас все пойдем на беговые дорожки, на стадионы, в спортзалы, и вообще сейчас наши школьники прям перестанут играть в игры. — Забудут, что такое интернет, мы, в общем, в здравом уме, поэтому мы понимаем, что это глупости, а вот показать, что в интернете есть хорошего, полезного и как это полезно найти, как использовать, то есть в том числе и с точки зрения образования. — Довольно-таки простой. Вместо того, чтобы вообще блокировать, отказываться от соцсетей, нужно просто прививать навыки использования их в своих целях. То есть кто-то в юности уже даже в детстве может зарабатывать. Мы про это говорили на одной из программ. — Мы запретами ничего хорошего не добьемся. — Потому что всегда ребенок найдет вариант обойти. — Да. — Как это обойти? 100%. — Да, это инструмент. От этого возможно… — И научить им пользоваться. — Да, научить им пользоваться. Потому что если ты… А, вот такой общий принцип. Все мы знаем, что как только у тебя в течение дня или жизни или месяца есть какая-то одна цель, и ты ее преследуешь, то все ей подчиняется. То есть вопросы с тем, что соцсети распыляют скорее не о том, что они плохие, хотя это, конечно, агрессивная среда, а скорее вопрос о человеке, который не имеет какой-то цели, поэтому он… — Есть вопрос культуры восприятия, на мой взгляд, как такового интернета. То есть мы либо берем вот это подрастающее поколение, и так как мы не можем ничего запрещать, потому что это везде и всюду, мы учим правильно его использовать полезным образом. Рассказываем о том, какие вообще существуют угрозы опять же и мошенничества в сети. Что есть полезного, и если мы их направляем по этому вектору, то безусловно от этого, на мой взгляд, должна быть хорошая отдача. В случае, если же мы говорим о том, что мы запретим компьютерные игры, запретим интернетик, закроем социальные сети. Ну, господи, многие школьники гораздо лучше взрослых знают о том, как что можно обойти, все родительские контроли. — А между тем, очень полезная инициатива многих школ запрещать смартфон. Вот у нас, допустим, в школе всех родителей попросили, чтобы они купили им кнопочное «отличный запрет», и он работает, так что иногда нужно и запрещать. — Ну а что, если у тебя на уроках сидеть со смартфоном, с телефоном, я согласен, ну, нельзя, да, это… О чём здесь говорить, но запрещать этим пользоваться, а потом, извините меня, юные журналисты. — В школе, в пресс-центре, конечно. — В телефоне сегодня, да, и диктофон, и камеры, и фото, и видео, и возможность сразу набрать и отправить. — Да, вы меня тогда уязвили. — Простите, ну а какой тогда журналист? — Сегодня вся журналистика, вот селфи-селфи сделал подпись, раз, есть репортаж, готово. Всё, уже опубликовано. — А если вдруг идёт урок, а тут инопланетяне, а у тебя кнопочный телефон. — А кнопочный телефон. И пока ты смс-ку набирал, смс-ку на кнопочном телефоне. — Они улетели. — Нету, фотосвидетельств никакого нет. Не, ну какие запреты? Нет, запретов никаких нет, мы только, в общем-то, ещё дальше от себя школьников толкнём, то есть это задача педагогов и родителей, наоборот, как раз вот рассказать как. — А вот я в смене встретил очень такого удивительного человека, Руслана Ягудин, актёр, и у него довольно-таки много таких интересных идей, вот, кстати, он, ну, нацелен, допустим, на воспитание детей с точки зрения там и сценария, и кино, ну, это одно из его направлений, которые мы обсуждали, вот, я это направление очень и очень даже оценил, потому что это тоже близко к журналистике, то есть ты излагаешь путём сценария какие-то свои идеи, фантазии, ты умеешь формулировать, ты умеешь общаться, и это имеет такое глобальное направление, что, может быть, с помощью этих детей мы наконец-то сделаем у нас отличные и сериалы, и фильмы, которых у нас в России не так уж и много. Вот, и тут у меня возникла завиральная идея, я даже вчера её не послушал, вот она вот только что в голову пришла, а вот что если РДШ создает какой-нибудь детский канал, или это уж совсем завиральная идея? А вообще-то она на самом деле очень даже логичная, нет? Ну, давайте как-то будем двигаться потихонечку, потому что есть идеи и предложения и журналы РДШ, и газеты РДШ, у нас пока мы работаем над радио РДШ, кстати говоря. А, ну вот, уже пошло дело. Мы очень активно работаем интернет-радио, прямо на сайте у нас, кнопочка play, классное радио. Там сейчас не только музыка отечественная и зарубежная, уже есть ряд программ, которые мы подготовили образовательных, по самым разным направлениям, есть такие и 30-секундные зарисовочки, там жиши пиши с буквой И, ну например, и заканчивая у нас какие-то там в планах серьезные программы для педагогов, для родителей, с известными психологами детскими, ну то есть будем затрагивать самые разные темы, да. Но это было не так, скажем, ну не то, что не так, не хочу обижать коллег, боже упаси, не так может быть сложно, с разных точек зрения, то есть интернет-радио это довольно простой процесс. Ну да. Сложнее по контенту, да, сложнее по контенту. Но надеюсь, что мы придем и к тому, что у нас появится собственная студия. Ну это было бы на самом деле очень интересно, потому что ведь все каналы, которые у нас есть, они коммерческие, они очень интересные, там очень много мультиков, но нет такой составляющей, как там идеология, управление, полезное и доброе, то есть это все остается как бы на втором плане в угоду развлечениям. Меня, конечно, сын очень любит и мультики смотреть. Все мы любим, я тоже смотрю иногда со своими детьми. Я уверен, что он бы с интересом смотрел специально на канал, но я так понимаю, об этом еще говорить рано. Ну пока говорит действительно рановато, ну конечно это хорошая идея, безусловно. Мы были бы рады, если бы у нас была возможность это сразу реализовать. РДШ ТВ, это было бы здорово для ребят, если бы были привлечены. И тем более, ведь это уже не влечет за собой там какие-то огромные затраты, там навещания, все это делается в интернете. С этим проще, поэтому я про радио сказал, что с этим проще. У нас задача основная сейчас наладить системную работу с партнерами абсолютно по всем направлениям. Если уж мы как-то застрели внимание на информационном медийном, то есть мы привлекаем известные издания, известные радиостанции, информационные агентства, там помимо классного журнала с нами постоянно работает агентство ТАСС. Не так давно мы договорились о сотрудничестве, о системной работе с холдингом ВГТРК, у которого есть филиал в каждом субъекте, то есть большая крупная филиальная сеть. Наша задача не изменится, чтобы известные журналисты приходили к детям в школу, там один раз пришли, рассказали про свою практику, про то, с какими известными людьми удавилось встречаться, насладились порцией аплодисментов, уходили, в общем-то после этого ничего бы не оставалось. Наша задача, чтобы они приходили к детям регулярно, это были именно занятия, системные занятия. Разбирались работы, разбирались ошибки, там ставились какие-то задачи и вот так это шло потоком, то есть в течение всего учебного года, чтобы мы шли к какому-то результату. То есть вот наладить системную работу, это вот сегодня такая задача номер один. – Ну а критика какая-то уже поступает? Вы что-то неправильно делаете? – Ну куда без критики, но и в России же, конечно, поступает. Недавно, где-то примерно 2-3 недели назад, в одном из репортажей, на одном из телеканалов конечно не буду говорить. О каком идет речь? Была бы такая сказана фраза, что, мол, создано движение школьников почти год назад, а результатов никаких нет. Ну вот пользуясь случаем, мне хочется сказать, что, честно говоря, результаты менее чем за один учебный год работы, ну наверное, это было бы странно, мы бы честно лукавили и вокруг всех пытались бы обмануть, пообещав в начале учебного года, что к концу, к маю 2017, к концу учебного года, жизнь школьников изменится вот на 100%. То есть это будет совершенно другой процесс, будет огромное количество возможностей, гостей, занятий, радость и счастье. Но это было бы неправильно, и поэтому у нас далеко идущий план, у нас очень много работы, это движение создано не на один год, не на два, не на пять, хочется верить, что не на десять. У нас, еще раз говорю, 43 тысячи школ, мы работаем в 300 школах. Ну, поэтому мы, по поводу, отвечая на вопрос, критика, конечно, конечно, она есть, начиная с того примера, который я привел, заканчивая какими-то конкретными частными случаями от педагогов и родителей. Она всегда есть, мы прислушиваемся к этому. Действительно, когда приезжаем в регион и встречаемся с коллегами, в частности, с министерством образования, с самими ребятами, я всегда начинаю там наши встречи с простой фразой, что давайте начнем не о хорошем, а о хорошем, говорить очень долго, поулыбаемся, разойдемся. Давайте пользоваться нашей возможностью, и вы расскажете, что не так, что не получается, что плохого, что не удается реализовать, по каким причинам. Если нет желания, это совершенно не интересно, это одно. Если у вас есть желание развиваться, есть проблемы, значит, проблемы надо решать. И вот давайте говорить об этом. Конечно, они есть, но нет смысла сейчас их перечислять, везде они локальные, есть и человеческий фактор, есть какие-то региональные особенности, но, тем не менее, безусловно, мы получаем критику, но стараемся на нее, конечно, оперативно, адекватно реагировать. Конечно, это произошло, и я не понимаю, но опять уже программа почти закончилась. О боже! Пролетело! Пролетело! Мы только сели, подождите. Еще мы можем очень быстро, ключевые факты, я обычно скажу, что мой вопрос к президенту, акция будет продолжаться в активной стадии до начала апреля, времени отправить вопросы, у вас очень много, отправляйте любые вопросы. Дмитрий, а ты-ка вот скажи, как нужно школам, которые все-таки присматриваются, просто тебе написать письмо и все, что мы хотим вступить, что нам делать? Речь именно о школах или о ребятах? Ну, давайте я сразу расскажу. И один, и другой вариант. Потому что ты очень все интересно рассказываешь, я вот представляю, какой-нибудь ребенок где-нибудь там, не знаю где-то, в школе сидит и думает, эх, вот жаль, что это не со мной происходит, что же мне сделать? Нет, ребята, это происходит абсолютно со всеми, абсолютно для всех, еще раз, очень кратко, абсолютно добровольное участие, сайт РДШ РФ, социальные сети, принимайте участие в наших мероприятиях, отправляйте нам заявки, заявки обрабатывают мои коллеги, наши специалисты, и вот мы с вами двигаемся дальше, там, например, на конкурсной основе, и я каждому этого желаю, увидимся в итоге с вами как с победителями, например, на наших площадках во всероссийских детских центрах или на фестивалях и слетах и так далее. Что касается школ, опять же на сайте, я говорил сегодня, что у нас в каждом субъекте есть региональное отделение, есть контакты регионального координатора российского движения школьников. И региональный координатор подскажет, что нужно сделать, как развиваться совместно с российским движением школьников. Это помимо тех школ, о которых я уже говорил, которые сами по своей инициативе уже прекрасно вступили, присоединились и с нами двигаются вперед. — А грамоты вы выдаёте какой-то ребёнок в рамках грамоты? — Конечно, есть сертификаты, дипломы, благодарности, письма, есть подарки. — Отлично. — Конечно, конечно. Единственное, вот печально, что очень сильно привязаны к интернету, вернее, это не печально, это данность, но все мероприятия привязаны к интернету, развитие движения, вся информация. У нас есть, к сожалению, школы, где с интернетом большая беда, большие проблемы, есть регионы, отдалённые населённые пункты. — Я могу вас спросить, почему так происходит? Почему? — Есть, правда, не буду вот опять сейчас называть, но есть школы, которые нам рассказывают, мол, коллеги, о каких уж видеороликах и презентациях вы нам говорите, мы, наверное, не можем вордовских файл на 4 листочка скачать. — Ну, мне кажется, сейчас это уже не так уж и часто. — Но есть, есть, это проблема, это проблема, и ещё к разговору о критике, к вопросу, который ты задавал. У нас ведь с компьютеров, установленных в школе, в большинстве школ, нельзя выходить в социальные сети, между прочим. Это запрещено. Опять же, в разных регионах по-разному решают этот вопрос, есть школы, опять же, мы эту обратную связь получаем от педагогов, где решением директора этот запрет снимается на законных основаниях. Но многие нам жалуются и говорят, ну, мы не можем развиваться по информационно-медийному направлению, не можем вести в социальные сети свои школы, потому что мы не можем просто элементарно выйти в социальную сеть. А наиболее активные, которым это интересно, такие, слава богу, большинство говорят, ну, а что делать? Мы потом этим занимаемся дома, после работы, со своих домашних компьютеров или как-то обходим это с флешкой и с каким-то... Жень, ну зайди с нами, кто не попрощался со зрителями, потому что мы уже попрощались. Как жаль, слушайте, как жаль. Да, нужно еще встретиться. Да, спасибо большое за этот интересный эфир, он прям вот проскочил. Водушевление, вот что ощущаешь, когда вижу таких людей, как Дмитрий Поцелуев, потому что явно будущее наших детей в хороших руках. Коллеги, спасибо вам огромное за то, что помогаете нам развивать наше движение и информационно-медийное направление в частности. Спасибо огромное. Спасибо.